Совершенно не факт, что ситроеновские маркетологи читали Гоголевскую женитьбу, но их свежий релиз, посвященный появлению нового флагмана, сильно напоминает фрагмент про губы Никонора Ивановича, которому неплохо было бы представить нос Ивана Кузьмича, и далее по тексту. Так вот, модель C5X представители Ситроена представляют как смесь седана, универсала и кроссовера. Дескать, от первого новичок взял элегантность, от второго вместительность, а от третьего повышенный дорожный просвет. Кстати, о величине клиренса французы промолчали. Зато раскрыли габариты, из которых мы видим, что свежая итерация флагмана не сильно отличается от седана прошлого поколения. Притом, на втором ряду обещан небывалый простор. Интерьер по архитектуре повторяет Peugeot i-Cockpit, но, разумеется, со своим оригинальным дизайном. Обещано премиальное качество материалов, хотя вместо натурального шпона присутствует лишь пластиковая имитация. Главная фишка пружинного шасси – ультрамягкая подвеска. В оригинальные амортизаторы встроены гидравлические буферы сжатия и отбоя, которые работают при больших ходах штока. В итоге на плохих дорогах достигается, как говорят создатели, эффект ковра самолета. Дорогим версиям полагается активная подвеска, где амортизаторы меняют жесткость, получая ежесекундные сигналы от фронтальных камер, сканирующих дорожное полотно на расстоянии 5 метров перед машиной. А вот силовая установка восторгов не вызывает. В гамму войдут пара малокубаторных турбомоторов да подзаряжаемый гибрид. Последний сможет проезжать до полусотни километров на чистом электричестве. Из современной электроники заявлены автопилот второго уровня и голосовое управление медиасистемой. Сама мультимедийка нового поколения, с безрамочным тачскрином диагональю 10 или 12 дюймов. Производство флагмана доверено предприятию Dunfen Stellantis из китайского Ченду. Да-да, в Европу новинка также будет поставляться из Поднебесной. В России же этот Ситроен мы, очевидно, не увидим. У нас любят машины попроще, без изысков. И вообще, новый большой Ситроен – это история про казаться, а не быть. Ведь те же кроссоверные нотки не поддержаны ничем, кроме некрашенного обвеса, а платформа EMP2 не предусматривает наличие полного привода. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ